Здесь получается снизу кольца идут, чтобы не протиралась основная ее часть, и стальной трос, который фиксируется непосредственно на самом ковше. То есть машинист проходит этим устройством вдоль уреза по морю, и соответственно вода отсеивается, и остается только чистая комка, которая потом загружается в прицеп. Заместитель директора муниципального предприятия «Объединение курортных услуг» показывает устройство, которое недавно придумал сам. Леонид Евдокимов был моряком, а похожими мешками из сети перегружают рыбу с траулеров. Новую для Анапы технологию опробовали на днях. Она позволяет убирать комку прямо из воды, не захватывая песок. Если она в воде, комку подбила к берегу, но мы ее не можем взять, потому что она жидкая, то вот эта конструкция, она в самый раз. Сейчас мы это все опробовали, если все это будет хорошо, то соответственно мы уже поставим вторую гребку, и уже будем большими объемами ее собирать. На предприятии говорят, что простая технология весьма многообещающая. За годы работы с советских времен здесь перепробовали массу вариантов. Эта мини-баржа несет на себе насос. С его помощью прокачивают воду, отфильтровывая водоросли. Однако для работы помпы нужно топливо, персонал, а в перспективе и запчасти. Кроме того, забор воды идет в одной точке, что не так эффективно. Рабочие делают новый скребок, способ проверенный. Одного такого обычно хватает на сезон, однако с начала лета санапских пляжей уже вывезли Камки на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Контроль пляжной территории ведется постоянно, как хозяйствующими субъектами, так и представителями администрации, это в частности управлением санаторно-курортного комплекса. Ситуация полностью под контролем, и она ожидаемая ситуация, поэтому мы готовы, и готова и техника, и готов персонал пляжей, готова администрация к таким выбросам Камки, поэтому в принципе все контролируется. По словам заместителя главы города, при необходимости на уборку водорослей могут бросить дополнительные силы. Был момент, когда к берегу прибило поле шириной порядка 50 метров. Его убирали почти три дня. Впрочем, специалисты подчеркивают, что Камка – это обычная водоросль, поэтому вреда от нее нет. Даже напротив, она обогащает воды йодом, которого не хватает жителям материка. Продолжение следует...